К началу 1920-х годов в кино уже образовался свой собственный художественный язык, которым режиссеры могли рассказывать истории зрителю. Более того, кинематограф превратился в полноценную индустрию со своими собственными законами, боссами и воротилами. Именно в начале прошлого века США встали во главе мировой кинопромышленности и остаются там до сих пор. Связано это прежде всего с тем, что в Европе разразилась Первая мировая война, из-за чего все силы, в том числе и кинематографические, были брошены на нужды фронта. Американские студии очень быстро почувствовали собственную выгоду в сложившейся ситуации и без труда заполнили освободившуюся нишу развлекательного кино собственными картинами, которым не могли составить конкуренцию немногочисленные местные работы. Со временем ситуация стала исправляться, но потеснить Америку с места мирового лидера так никто и не смог. 20-е годы принесли в копилку мировых шедевров много достойных произведений. У начинающих и продолжающих свою деятельность кинематографистов теперь за спиной был опыт именитых предшественников, развитая техническая часть и свои собственные идеи, которые позже были с успехом воплощены в жизнь. Это вторая часть цикла «Сто фильмов, которые изменили мир» на GSTV. Малыш Кто же не знает Чарли Чаплина? Этот гениальный кинематографист навсегда вошел в историю как блестящий актер, талантливейший режиссер, но прежде всего, как выдающийся комик. Этому человеку не требовалось слов для того, чтобы заставить публику смеяться или плакать. Его очаровательное альтер-эго – простоватый бродяга, главный герой почти всех его работ. Потертый костюм, шляпа-котелок, тросточка и усы – неотъемлемые составляющие одного из самых узнаваемых образов в культуре 20-го века. Малыш – первая полнометражная работа Чаплина. Она рассказывает историю маленького мальчика, которого мать решила оставить на пороге богатого дома в надежде на то, что таким образом подарит своему ребенку лучшую жизнь. Волею случая дитя оказывается вовсе не в роскошных апартаментах, а в самых настоящих трущобах на попечении у бродяги. Малыш прежде всего доказал состоятельность режиссерского метода Чаплина, его применимость к полному метро, а не только к короткометражным фильмам, и послужил для него своеобразным трамплином в мир большого кино, определив тем самым его последующую карьеру. Комедийные эпизоды сочетались в фильме с лирикой, драматизмом сюжета, жесткой социальной критикой и метафорическими кадрами. Кроме того, Чаплину удалось реалистично показать жизнь городских низов. Для многих стало полной неожиданностью, что лента не то что снискала успех, а вообще вышла. Студия несколько раз хотела разорвать с автором контракт из-за постоянных срывов всех возможных сроков, а финальный вариант картины включает в себя не более 2% от общего количества отснятого материала, что характеризует Чарли Чаплина как невероятно требовательного режиссера. Это знаковый для всего кинематографа фильм еще и потому, что именно он первым позволил зрителю в полной мере оценить комедийный жанр, да еще и в исполнении одного из величайших комиков в мире. Носферату. Симфония ужаса. Хоть и европейский кинематограф и находился в упадке из-за недавно от гремевшей мировой войны, режиссеры здесь все-таки не сидели без дела и тоже творили историю. Один из самых известных и влиятельных кинематографистов той поры был Фридрих Вильгельм Мурнао, внесший неоценимый вклад в развитие жанра фильма ужасов. Сейчас вампирами в кино не удивишь никого, и многие уже забыли, что на самом деле это зловещие и смертельно опасные создания, а не светящиеся на солнце гламурные метросексуалы. За основу Носферату был взят известный роман Брэма Стокера «Дракула», но Мурнао по ряду юридических причин пришлось довольно сильно переначать сюжет. В центре повествования молодой клерк, который отправляется в глушь к загадочному графу Орлаку, решившему переехать в большой город. Вскоре выясняется, что граф на самом деле далеко не тот, кем кажется. Носферату буквально канонизировал образ вампира в кино именно в том виде, в каком мы его знаем теперь. Именно в этой картине был впервые использован сюжетный мотив смерти вампира от солнечного света. Прежде об этом нигде не говорилось, а в романе Брэма Стокера вообще есть сцена, в которой Дракула появляется днем на улице Лондона. Кроме того, ряд технических приемов и художественных особенностей были многократно использованы последующими поколениями режиссеров. И, конечно, стоит отметить блестящую игру Макса Шрека, исполнившего роль Носферату. Актер за весь фильм появляется на экране в общей сложности на девять минут, но держит зрителя в страхе до самого конца. Причина этого и в отличной работе гримеров, и в тонкой режиссуре, и таланте самого актера. Например, Шрек для пущего эффекта решил вообще не моргать в кадре, чтобы усилить у зрителя чувство страха. Носферату – этапный фильм для жанра ужасов и всего кинематографа в целом, и его влияние распространилось намного дальше границ своего жанра на всю массовую культуру в целом. В 1925 году на экраны вышел самый известный отечественный фильм в мире и визитная карточка Сергея Эйзенштейна – броненосец Потемкин. Этот советский шедевр не только с завидной регулярностью фигурирует в различного рода списках лучших фильмов всех времен и народов, но и входит во все без исключения учебники по киноискусству. Казалось бы, это типичный представитель жанра социалистический реализм, созданный прежде всего в пропагандистских целях. Картина действительно снималась к 20-й годовщине Первой русской революции, но решающую роль в конечном качестве картины сыграл постановщик. Особый режиссерский взгляд Сергея Эйзенштейна позволил ему обрамить реальные исторические события, а именно восстание матросов на броненосце Потемкин и последующее волнение в Одессе, высокохудожественным киноязыком. Здесь что не кадр, то образец композиции, что не сцена – триумф искусства постановщика. Эпизод с расстрелом на знаменитой одессской лестнице растащили на цитаты все, кому не лень. В любви к броненосцу признавались такие мэтры, как Фрэнсис Форд Коппола и Стивен Спилберг. Своим фильмом Эйзенштейн показал, что даже из тривиального агитационного сюжета можно сделать выдающееся полотно, а социалистический реализм может идти рука об руку с высоким искусством. Революционный посыл картины стократно усиливается средствами художественной выразительности. Апофеоз – развивающееся красное знамя, поднятое восставшими и как бы вплывающий в зал корабль. «Броненосец Потемкин» – это не столько фильм, сколько монумент, памятник всему раннему советскому кинематографу, и таким он останется в истории. Метрополис Оставим ненадолго советский Кинематограф и вернемся в Германию, где в 1927 году вышел фильм, считающийся прародителем всех кинематографических и части литературных антиутопий – Метрополис. Самый известный фильм немецкого гения Фрица Ланга представляет из себя масштабное полотно, повествующее о тотальной несправедливости, классовом расслоении и борьбе со злом. Метрополис – утопический город будущего, разделенный на две части. Внизу находится промышленная зона, где в поте лица трудятся рабочие. Наверху – солнечные и просторные офисы, богатые кварталы и сады. Главный герой картины – сын правителя города – в один прекрасный день спускается на нижний уровень и приходит в ужас от увиденного. На его глазах огромный молох пожирает людей. Это эпохальное во многих отношениях произведение и самый дорогой проект за всю историю немецкого кино. Строго говоря, это один из первых по-настоящему научно-фантастических фильмов с практически полным отсутствием налета феерии или балагана. Суровая антиутопическая драма в условиях событий начала 20 века пришлась как нельзя кстати. Кроме того, один из первых фильмов, посвященных роботам и напрямую затрагивающих проблему создания искусственных антропоморфных существ. Исходя из этого, влияние, оказанное картиной на мировую культуру было разноплановым – от дизайна C-3PO из «Звездных войн», прообразом которого послужила женщина-робот, ставшая символом ленты, до глобальных идей и тенденций в кино и литературе. «Метрополис» стал вершиной немецкого киноэкспрессионизма, сложным и многогранным фильмом со своей собственной философией, на которую позже опиралось не одно поколение фантастов. Певец джаза «Метрополис» Кино как вид искусства очень сильно зависит от достижений технического прогресса. Первым по-настоящему крупным техническим прорывом в кинематографе стал приход звука. Но не стоит думать, что немые фильмы были немы полностью. Их показ сопровождался фоновым музыкальным сопровождением, отражающим настроение той или иной сцены. Но многим режиссерам хотелось добиться настоящей синхронной записи звука, чтобы передавать не только эмоции актеров, но и их голоса, а также окружающие звуки и шумы. Все началось с небольших звуковых короткометражек и озвученных фрагментов в полнометражных фильмах. Шаг за шагом прогресс привел кинематографистов к первому в истории звуковому фильму. Им стал певец джаза. История сына церковного певчего, который мечтает сделать себе карьеру в джазе и убегает из отчего дома, казалось, и была создана с учетом новых технических возможностей. Модное искусство и модная музыка слились вместе, чтобы возвестить о закате целой эпохи. Эпохи немого кино. Несмотря на то, что немые фильмы продолжали выходить, и многие кинематографисты были против звуковых фильмов, смерть великого немого была неотвратима. Зрители очень скоро полюбили кино со звуком, и целой плеяде звезд пришлось уйти на пенсию. Строго говоря, в художественном отношении певец джаза довольно-таки стандартный и тривиальный фильм. Он не поражает изобретательностью режиссерского метода или проработанностью сюжета, но именно этой картине суждено было стать символом новой эры в истории кино, как и еще пяти произведениям, о которых мы расскажем в третьем выпуске ровно через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok